Почему же скручиваются листья у томатов? Но я сразу, сразу вам открою все карты. Возьмите перчатки, оденьте респиратор, и томат будет чувствовать себя замечательно. Такой душ растениям точно не понравится. Сумасшедшая жара. Такие растения нужно срочно удалить, и грунт полностью под замену. Но сегодня я вас буду успокаивать. Всем привет, дорогие друзья! Я с вами генеральный директор агрофирмы «Партнер» Василий Блокин-Мечталин. И сегодня мы с вами будем говорить о нашумевшей теме июля. Почему же скручиваются листья у томатов? Дорогие друзья, вопросов очень-очень много. И чаще всего вы, дачники, огородники, очень переживаете. Потому что когда скручиваются листья у томатов, то сразу подозрения на серьезные заболевания, а в дальнейшем и последствия. Но сегодня я вас буду успокаивать на самом деле. В большинстве случаев это не так и страшно. Ну что, погнали в теплицу? Дорогие друзья, скручивание листьев овощных культур, в особенности томатов, очень частое явление. Но я вас хочу обрадовать. На самом деле, очень редко это вирусное заболевание. Чаще всего это физиологическая реакция растений на стрессовые условия. А именно скручивание неинфекционной природы чаще всего мучает наше растение. Дорогие друзья, перед нами гибрид томата «Красная стрела плюс». Гибрид «Красная стрела плюс» – детерминатный томат. Мы его с вами формировали в 3-4 стебля. Посмотрите, что значит правильное формирование растений. Посмотрите, сколько плодов. Посмотрите, что лист у растения здоровый. Лист не скручивается в трубочку, значит растению всего хватает. Гибрид «Красная стрела плюс» по вкусовым качествам из раннеспелых красных классических гибридов томата – один из самых вкусных сладких гибридов. Плюс ко всему это отечественная селекция. Существует довольно-таки большое количество физиологических причин скручивания листьев у томатов. Ну, о них я хочу сегодня и поговорить, дорогие друзья. Первая группа причин – это, конечно же, нарушение водного обмена растений. Вода – чрезвычайно важное вещество в жизни любого живого организма. Клетки растений в среднем на 95% состоят из воды. Это мы знаем с вами еще из курса биологии. Вода является универсальным растворителем. Это значит, что если вода не поступает в достаточном количестве в ткани растения, то просто невозможно протекание абсолютного большинства биохимических реакций, и растение всеми силами старается сдержать испарение влаги через листовые пластины. И, конечно, сворачивает их лодочкой. По моему опыту, один из самых распространенных факторов скручивания листа – это, конечно же, высокая температура воздуха. И когда в теплице стоит жара, то очень быстро испаряется влага с листовой пластины. И корневая система просто-напросто не успевает добывать воду. И получается так, что томат скручивает свой листочек и как бы экономит влагу, чтобы влага меньше испарялась, дорогие друзья. Именно для этого томат искручивает лист. В этом году у нас такой жары в Московской области еще не было. Поэтому томаты себя чувствуют изумительно. Но я знаю, что часто-часто задаете вопрос, а что же делать на юге России, например. Что? Притенять. Первый вариант, дорогие друзья, притеняйте теплицу. Кстати, можете использовать сетку. Сейчас я вам покажу. Такой сеткой притеняю я своей теплицей, если стоит сумасшедшая жара. Я использую сетку, которая дает 55% затенения. Такая сетка очень удобна тем, что в жару мы можем теплицу ей накрыть, а когда прохладно, сетку мы можем снять. Тем самым такая сетка действительно отлично помогает. И мы снижаем температуру в теплице, лист у томата перестает скручиваться. Дорогие друзья, такую сетку можно купить в садовых магазинах. Кстати, у нас в интернет-магазине семенапартнер.ру такая тоже продается. Но если притенение не поможет, то я рекомендую вам включить вентилятор. Вентилятор дополнительно охладит вашу теплицу. И плюс ко всему, направляйте вентилятор обязательно на растения. Томаты это очень любят. Когда томаты колышутся, то в таком случае, смотрите, колышутся цветочки. И опыление происходит намного лучше. А это значит, что урожай будет намного больше. Ну а если и вентилятор не помог, дорогие друзья, то тогда возьмите и пролейте проходы холодной водой. Но ни в коем случае не поливайте холодной водой растения. Особенно по листьям, да еще и днем. Потому что такой душ растениям точно не понравится. А вот проходы пролить самое то. Тогда мы снизим температуру в теплице. И опять же, листья могут прийти в норму, если они скрутились. Ну и конечно, теплицы на ночь лучше не закрывать, если жарко. Потому что растениям нужно дать отдохнуть от дневного палящего солнца в ночной прохладе. Ну а для тех, кто выращивает томаты в открытом грунте, особенно на юге России, я хочу вас обрадовать. Потому что томатам, конечно, комфортнее расти в открытом грунте, когда жара. И я вас уверяю, что если вы будете использовать вот такие мини-парнички, как у меня на участке, вы не пожалеете. Они у меня даже в Московской области открыты. Обратите внимание, нетканный материал сейчас полностью опущен вниз. И если будет прохладно, я его закрою. Так вот, если это южный регион, можно и не использовать этот нетканный материал, а выращивать в открытом грунте, и томат будет чувствовать себя замечательно. Ну а для тех, дорогие друзья, кто выращивает в теплицах, и если вы конструируете теплицы сами, как я, например, вон ту теплицу. В теплице, она, кстати, самая большая на моем участке, сделано грамотное проветривание. В своем видеоролике я рассказывал о том, как сделать классное проветривание, чтобы наши растения не перегревались. Кстати, переходите по ссылке и смотрите этот ролик, дорогие друзья. Еще одним доказательством, дорогие друзья, что теплица сделана правильно, и здесь отличное проветривание, является состояние растений. Обратите внимание, здесь легендарный черри, зимняя вишня. Мы с вами его сажали, ввели в два стебля. Посмотрите, какой здесь здоровый, зеленый лист. Лист не скручен, это очень важно. А еще одна причина скручивания листа, частая причина скручивания листа у томатов является недополив. Ну, во-первых, в моей теплице установлен капельный полив. Вот, обратите внимание, здесь идет капельная лента. Я вам тоже рекомендую ставить капельный полив. Здесь у меня две капельные ленты, вот она, вторая капельная лента. И не просто капельная лента, а обязательно капельная лента сверху мульчируется сеном. Я вам тоже это рекомендую делать. Дело в том, что если недостаточно полива для растений, то растение привыкает к этому частому недостатку полива. И уже себя решило растение обезопасить, и начинает тоже скручивать лист, чтобы лишняя влага при жаре не испарялась. А если растению достаточно воды, то, конечно, привыкать к недополивам оно не будет. И лист скручивать растение тоже не будет. При этом будут завязываться отличные красивые кисточки без пропусков. Вот, обратите внимание, здесь кисточка томата. Видите, какая кисть ровненькая? Видите, что плодики все одинаковые, все ровненькие, нету пропусков. Это значит то, что растение хорошо проветривается, это значит то, что полива растению достаточно. Но, дорогие друзья, ни в коем случае не злоупотребляйте поливом, потому что если перелить растение, это тоже плохо. При чрезмерном поливе корневая система не получает кислород, так как все поры в почве заполняются водой. Клетки растения отмирают, и, конечно, растение в таком случае даже не получает питание. От стресса листья могут скручиваться. Но чаще всего растение при переливе просто замирает в развитии. Ну что, дорогие друзья, для того, чтобы полив был качественный, используйте две капельные ленты на один ряд растений, как у меня. В том году у меня была одна капельная лента на ряд, и мне этого не хватало. Листья скручивались, томат плохо развивался. В этом году я решил проблему тем, что установил две капельные ленты слева от ряда и справа, и замульчировал сеном. Мульча нужна для чего? Для того, чтобы влага быстро не испарялась из почвы. Мы с вами поливаем, и от жары влага не испаряется. Это значит, что часто поливать растения не нужно. Достаточно двух раз в неделю, по три-четыре часа, если мы используем капельную ленту. Если вы не используете капельную ленту, то минимум пять литров воды под одно растение, но обязательно выливайте. Два раза в неделю. Когда вы мульчируете, поверьте, сорняков нет, и земля практически всегда влажная. Можно проверить. Убираем мульчу, смотрим, земля вроде бы сухая. Но если мы пальцы опускаем по фалангу в землю, достаем и пальцы в земле, это значит то, что земля влажная, и растению влаги достаточно. Холод также негативно влияет на растения, и растение может скручивать лист. Если температура почвы менее 10 градусов, то корневая система у большинства овощных культур работает плохо. При этом вода не поступает в сосуды растения. А что это значит? Растение все понимает, воды мало, и начинает экономить влагу и скручивать лист. Так что, дорогие друзья, помните, я в своих передачах вам всегда говорил, что ни в коем случае рано не высаживайте растения даже в теплицу. Если в теплице 25 градусов, это еще не значит, что ваш грунт прогрелся. Поэтому нужно строить высокие грядки, чтобы прогревание было быстрее, и грунт быстрее прогрелся. И обязательно измеряете термометром температуру почвы. Как только она выше 15 градусов, тогда и сажайте томат. А если ниже, тем более ниже 10, это точно никакого развития у корневой системы не будет. Отсюда последствия. Стресс, скручивание листа, экономия влаги. Дорогие друзья, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Семена Партнер и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ни в коем случае не мульчируйте слишком рано. Если температура грунта еще не прогрелась, и вы его замульчируете, это будет самый настоящий термос. И даже когда будет на улице тепло, грунт не будет прогреваться, а будет держаться прохладная температура. Так что мульчируйте вовремя, только тогда, когда грунт прогреется. Я вам тоже как-то в своей передаче об этом рассказывал. Но еще очень важный факт. Выбирайте только гибриды первого поколения. Если мы говорим о томатах, такой гибрид, как черезимняя вишня, легендарный гибрид, самый сладкий, на мой взгляд, гибрид. И раннеспелый, очень устойчив к стрессам. У зимней вишни листочек просто в идеальном состоянии. А вот, например, у ее соседа, обратите внимание, это обычный сорт, лист скручен. Это самый простой сорт. Здесь невыровненные плоды, видите, большой, маленький. Здесь есть зеленое пятно у плодоножки, что никому не понравится, потому что томат не будет иметь однородную окраску. Ну и, конечно, обратите внимание, вроде все хорошо, проветривание, полив, мульчирование, две капельницы лежит, но при этом все равно лист крутит. Это не значит, что не нужно сажать такие сортовые томаты. Сажайте! Просто имейте в виду, что лист может закрутить, и пугаться не стоит. И еще один из факторов, нарушающих водный обмен и приводящих к скручиванию листьев, это, конечно же, засоленность почвы, дорогие друзья. Как известно из школьных уроков химии, вода движется от менее концентрированного к более концентрированному раствору, как бы стремясь разбавить его. Так и в случае с растениями. В норме концентрация клеточного сока выше концентрации почвенного раствора. И вода беспрепятственно проникает в клетки растения. Однако же, если в грунте содержится большое количество солей, в моем грунте, я вас уверяю, все в порядке с солями. Что зачастую бывает из-за избытка минеральных удобрений, я пользуюсь только органическими. То концентрация почвенного раствора становится выше концентрации клеточного сока растения. И вода с трудом поглощается растением. Как следствие, растение экономит влагу, и его листочки скручиваются в трубочку. В таком случае нельзя перекармливать растения, особенно минеральными удобрениями. Запомните золотое правило всех огородников. Лучше не докормить, чем перекормить. Пожалуй, я перечислил все факторы, связанные с нарушением водного обмена. Что приводит впоследствии к скручиванию листа у томатов. Да и в целом у многих овощных культур. Если я что-то упустил, я буду признателен, если вы напишите в комментариях. А я перехожу ко второй группе причин скручивания листьев. А это генетическая предрасположенность сортов и гибридов. А именно слабое усвоение кальция и кремния, которые в свою очередь отвечают за прочность стенки клеток растения. При нарушении жесткости стенок клеток, конечно, лист может изменять свою форму и скручиваться. К слову сказать, сортовые томаты более предрасположены к скручиванию листа, нежели гибриды, над устойчивостью которых поработали селекционеры. В целях профилактики скручивания таким сортам растений требуется вносить повышенные дозы минеральных элементов. Кроме того, к скручиванию листьев может приводить дефицит такого мезоэлемента, как сера, и микроэлементов цинка, молибдена, марганца. Все они входят в состав ферментов, участвующих в формировании клеточных мембран и стенок. А следовательно, при их недостатке лист развивается негармонично и может, как вы уже поняли, деформироваться, а именно скручиваться. Ну вот посмотрите, эти листья также сигнализируют еще и о недостатке магния. Появились характерные желтые пятна и небольшое скручивание, поэтому листовая подкормка микроэлементами здесь не будет лишней. Вот обратите внимание, лист приобретает такой желтоватый цвет. Здесь растение сигнализирует, что не хватает магния, поэтому такому растению уж точно не помешала бы подкормка микроэлементами. А также обратите внимание, что на этом растении еще и скрутился лист. Конечно, такое растение нужно срочно подкармливать микроэлементами. Ну и третья группа причин, которая приводит к скручиванию листа, это, конечно, механические повреждения. Ну, например, такие повреждения, как повреждения вредителями. Трипс и белокрылка повреждают листья на самых ранних стадиях их развития. Прокалывают их клетки и ткани, вследствие чего возникают некрозы. В результате таких проколов и некрозов лист деформируется, растет неравномерно, ну и, конечно, скручивается. С такими насекомыми нужно обязательно бороться. Но, например, не пренебрегайте вот такими клеевыми ловушками. К этим клеевым ловушкам прилипают насекомые-вредители, сосущие насекомые, насекомые, которые переносят всякую заразу. И тем самым мы хотя бы видим, с кем бороться. А лучше проводите профилактические обработки от трипса, от белокрылки, например, препаратом фитоверм. Но я сразу, сразу вам открою все карты. Никакие препараты против таких вредителей, как трипс и белокрылка, неэффективны. Почему неэффективны? Да потому что вы просто загубите себе весь урожай. Он будет экологически нечистым. Экологически его нельзя будет кушать. Потому что биопрепараты, если у вас будет много насекомых-вредителей в теплицах, не помогут. Поможет только профилактическая обработка. Например, фитоверм это биопрепарат. Вы можете профилактические обработки фитовермом проводить и тем самым избежать насекомых-вредителей. Либо не допустить такого большого количества. А если уже допустили, да и оставьте их. Пусть лучше. Вы получите меньше урожая. Поделитесь с насекомыми-вредителями. Но при этом вы получите экологически чистый урожай. Не обработанный химическими препаратами. Ведь только химия, жесткая химия убьет насекомых. Поэтому, дорогие друзья, прислушайтесь моим советам. Ну что же, какие советы я вам дам? Во-первых, если у вас есть насекомые-вредители, боритесь с биопрепаратами. И лучше переживите этот сезон с ними. Не дополучите урожай, но зато он будет качественный и натуральный, настоящий, без всяких химических препаратов. Второе. После того, как вы соберете весь урожай в своих теплицах, оставьте ботву и обработайте все либо серной шашкой, либо шашкой-пешкой. Дальше, дорогие друзья, возьмите перчатки, оденьте респиратор, из теплицы убираете всю ботву, уносите и сжигайте. На зиму, пожалуйста, теплицы оставляем открытыми, для того, чтобы они хорошо проморозились, и чтобы этот мороз убил всех насекомых-вредителей. Ну и, конечно, при возможности, завезите сантиметров 10-15 нового грунта, а старый грунт сантиметров 10-15 уберите из теплицы. Вот тогда вы экологичным способом избавитесь от насекомых-вредителей, и ваши томаты не будут скручивать листья. Ну что, дорогие друзья, давайте подытожим. Первое. Нарушение водного обмена растений, которое происходит, в свою очередь, по следующим причинам. Слишком высокая температура воздуха. Постоянный недополив растений. Избыточный полив растений. Низкая температура почвы. Перегрев почвы. Засоленность грунта. Второе. Генетическая предисположенность сортов и гибридов к скручиванию листьев. И третье. Повреждение листа вредителями. Все перечисленные причины неинфекционного характера. А вот чего стоит бояться, так это инфекции вирусов. Есть такие страшные вирусные заболевания, как, например, вирус скручивания листьев. И другие, которые полностью убивают растения. От вируса, к сожалению, лекарства нет. И лечить растения, если они заболели вирусом, я вам не рекомендую. Такие растения нужно срочно удалить. И грунт полностью под замену. Так вот, если в вашем регионе есть такие вирусные заболевания, то выбирайте обязательно только те гибриды, которые устойчивы к вирусным заболеваниям. Ну, например, я вам могу порекомендовать очень устойчивые гибриды. Они растут сейчас рядом со мной. И не просто порекомендовать, а это мой собственный опыт. Я выращивал эти гибриды не только в Московской области, но и по всей России. Мои коллеги выращивали, мои друзья выращивали, подписчики выращивали. И очень довольны результатом. Ну, например, такой гибрид, как FIFA, на мой взгляд, он очень устойчив к вирусам. И он формирует отличную кисть. Смотрите, какая кисть черри, идеально выровненная кисть. Зеленый лист, никаких скручиваний нет. Здесь очень серьезная устойчивость к заболеваниям. И стрессоустойчивость. Также рядом растет по правую руку гибрид Джурджур. Гибрид тоже чуть-чуть покрупнее, чем черри. Я бы назвал его коктейльного типа. Очень вкусный, сладкий. Посмотрите, какой тургор, какой зеленый лист. Это очень важно. Обращайте внимание на цвет листа. Лист должен быть зеленый. Здесь не проводились никакие обработки, дорогие друзья. И такие гибриды, как FIFA и Джурджур, имеют отличный вкус. Серьезную устойчивость к заболеваниям. В том числе к вирусу скручивания листьев. И сейчас я вам покажу своего любимчика. Я жду, когда он покраснеет. Это томат Мамбаса. Очень устойчивый, крупноплодный красный томат. Томат Мамбаса крупноплодный. Очень легкий и вкусный. А на разрезе многокамерный. И пульпа будет зеленого цвета. Это значит, что томат имеет насыщенный, яркий, сладкий вкус. Лист зеленый. Это тоже очень важно. Обратите внимание, какие зеленые листочки. И я вам хотел сказать, что такие томаты, крупноплодные, как Мамбаса, обязательно нужно нормировать кисть. То есть в кисти оставлять не более 4 томатов. Поэтому вот эти вот маленькие томатики мы с вами уберем. Убираем. Раз, два, три, четыре. Вот 4 томата в кисти больше не оставляем. Если хотите, чтобы еще крупнее томаты были, можно еще один томат убрать. Я оставлю здесь в этой кисти 4. А вот здесь вот оставлю 2. Не хочу убирать. Хотя можно сказать, что это как бы одна кисть. Но все равно оставлю. Но по-хорошему нужно оставлять максимум 4 плода. Чтобы плод был крупный. Ну и главное, для чего я здесь все это перечислял. Для того, чтобы предотвратить скручивание листьев, необходимо определить причину таких деформаций и устранить ее. В целом незначительные симптомы скручивания листьев не опасны, как вы уже поняли. И сильно на урожайности не скажутся. При устранении стрессовых факторов поврежденные листья чаще всего уже не восстанавливаются. А вот новые отрастают вполне нормальными. Если скручивание достаточно сильно выражено, то это чревато падением эффективности фотосинтеза. И при таких симптомах необходимо срочно предпринять соответствующие меры для нормализации условий выращивания. Ну что же, об основных причинах скручивания листьев я вам сегодня рассказал. Как вы поняли, что в большинстве случаев это не так страшно. Но при этом будьте всегда на чеку. А я желаю здоровья вам и вашим растениям, дорогие друзья. С вами был Василий Блокин-Мечталин, генеральный директор агрофирмы Партнер. Если видео полезно, если видео вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Семена Партнер, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, пока! Субтитры подогнал «Симон»!